МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу в движении. Купить сегодня защитную маску, резиновые перчатки и антисептические средства стало не так-то просто. Это касается не только нашей страны, но и стран Европы, Соединенных Штатов Америки. Дефицит связан с пандемией коронавируса во всем мире. Но почему производители индивидуальных средств защиты оказались не готовы к пандемии? И защищают ли они на самом деле? Поговорим сегодня с нашим экспертом Владимиром Котовым, главой Ассоциации производителей индивидуальной защиты. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, у вас-то наверняка есть и маска, и резиновые перчатки, и антисептические средства. Ну, вы знаете, я как и каждый гражданин в нашей стране, да, у меня есть маска, безусловно, но маска именно как образец, который я показываю своим коллегам, показываю всем, кто интересуется, чем отличаются средства индивидуальной защиты от тех видов всевозможных повязок, которые сейчас получили некое такое достаточно хайповое внимание и к которому, ну, хайповое распространение, да. Поэтому я это использую, вот на сегодняшний момент, я это использую именно как образцы. С собой не прихватили на эфир образцы? А, ну, вы знаете, они у меня есть себя, со мной, вот, пожалуйста, кстати. Так, расскажите нам, пожалуйста, чем одна отличается от другой, какие точно маски использовать не стоит? Да. Ну, вы знаете, я бы хотел в самом начале бы сразу сделать некую небольшую ремарку, да, на фразу о том, что производители средствами индивидуальной защиты оказались не готовы, это не совсем так. Дело в том, что производители, как и любые производители любых предметов, любых продуктов, услуг, они следуют и соответствуют тому спросу, который сформировался. И вот мы, не только в нашей стране, собственно говоря, но и в Европе, так как наша ассоциация является членом Европейской Федерации Безопасности, тоже мы очень плотно контактируем с нашими коллегами, конечно, мы удовлетворяли тот спрос, который был обусловлен необходимостью защиты. Да, к сожалению, на сегодняшний день та ситуация, в которой мы оказались, именно в ситуации ажиотажного внимания, ажиотажного спроса, и никакое производство в этот момент не способно удовлетворить единоразовый всплеск вот этого потребления. Поэтому, конечно, на этот случай необходимо иметь запасы, резерв, и отдельно, может быть, мы сегодня об этом поговорим, но в любом случае наша ассоциация, я вот просто сразу говорю об этом, выходит с инициативой в правительство, Минпромторг, о необходимости создания резервов на случай возникновения таких вызовов, на том, чтобы у нас были в достаточном необходимом количестве средства иммунальной защиты. Ну так, вернемся, тем не менее, к тем изделиям, которые сейчас на пике спроса. Здесь у меня в руках два предмета, это так называемая медицинская маска и, собственно говоря, то, что называется полумаска. Вот обратите внимание, одно из них является средством иммунальной защиты, это вот полумаска или в простонародье респиратор, и вот медицинская маска, которая является в первую очередь средством гигиена, средством гигиеницкой защиты и предназначена для того, чтобы оградить окружающих от продуктов, от ваших собственных продуктов жизнедеятельности. То есть тому, кто не болеет, эта маска не нужна, правильно я вас понимаю? Да, абсолютно, если вы не болеете, то эта маска вам, она не только не нужна, она будет в какой-то степени, если неправильно применяете любые изделия, она может даже принести вред, ну, что я имею в виду. Все эти изделия одноразовые, да, и если вы, причем ограниченного срока носки, если вы используете вот эту повязку достаточно долго, либо неоднократно, то на ее поверхности будет накапливаться всевозможные бактерии, в том числе и вирусы, которые вокруг нас находятся в изрядном количестве, да, и вы, поднося их к лицу, непосредственно рядом с собой, держите очаг. То есть, конечно, это провоцировать не надо. Эти средства, они важны и нужны для того, чтобы контактировать либо больному человеку, чтобы не чихать, ограничивать вот эти свои чихи перед тем самым распространением вирусов, либо, собственно говоря, людям, которые оказывают услуги. Если это стерильная, еще раз подчеркиваю, стерильная и действительно хирургическая маска, то ее используют хирурги в операциях для того, чтобы ограничить себя от, ну, не дай бог, как говорится, от продукции, ну, от того, что если что-то случится в процессе операции, от брызг, чтобы не попало на них. То есть это такое достаточно утилитарное применение, и поэтому к нему, конечно, надо относиться и использовать вот там, где это необходимо. Владимир, вторая маска, она для чего? И в чем ее особенность? Да, это, собственно говоря, всем известный респиратор. Они по форме могут отличаться. Основное отличие этих масок в том, что у респираторики есть обтюратор. То есть обтюратор – это полоса, которая обеспечивает плотное прилегание изделия к лицу непосредственно. Дело в том, что средства минеральной защиты, я хотел бы буквально пару секунд на этом остановиться, важно очень понимать, что и от кого мы защищаем. В случае с вирусом, вот от чего, кого и от чего, да? То есть мы в случае с вирусом знаем, что первое, что вирус не обладает функцией лакомоции, то есть он не может самостоятельно передвигаться, и поэтому он передвигается либо воздушно-капельным путем, либо на пыль осаждается. Поэтому проникать на слизистую человека, он может либо опять-таки через воздух, через аэрозоли какие-то находящиеся в воздухе, либо если мы сами с помощью рук, да, с помощью, сами замесем. Поэтому, конечно, в первую очередь надо ограничивать вот именно эту возможность. Маска служит механическим барьером, то есть она сделана из специального материала, вот фильтровочного материала, который обеспечивает прохождение воздуха, да, но задерживает именно вирусы. Вирус он по своим размерам, как известно, больше, чем молекулы воздуха, поэтому воздух проходит, а вирусы оставятся. Вот, то для того, чтобы это была фильтрация, необходимо плотное, обеспечить плотное прилегание этого изделия к лицу. Для этого служит обтирация. Вот, я, собственно, сейчас вот плотно прижал, да, и вот, когда я дышу, или там возговариваю, да, происходит как раз вот, создается разряженный, в подмасочном пространстве создается разряженное давление, и за счет этого проникает, ну, происходит фильтрация. Как мы понимаем, маска, вот, медицинская маска, да, либо какая-либо повязка, она не сможет это обеспечить, просто априори, поэтому, естественно, воздух будет проникать там, где легче, там, где лучше. Это первый момент. Второй момент, надо понимать, вот, из какого материала изготовлено это изделие. Владимир, скажите, а сколько вот эту респираторную маску можно по времени носить? Ну, респираторы, маски, полумаски, да, если мы говорим в терминах соответствующего, соответствующего технической документации, они предназначены для постоянного ношения на протяжении 8-10 часов. То есть, как правило, это тоже одноразовое изделие, они широко используются и применяются в промышленности, и поэтому вот на рабочую смену 8-10 часов, после чего необходима утилизация. Скажите, еще такие практичные вопросы, сейчас вам экспресс-тест такой сделаем. Скажите, средства антисептические, за или против? Помогают они, не помогают? В каком случае их нужно использовать? Вы знаете, в любом случае надо применять только проверенные, гарантированного качества средства. Это раз. Во-вторых, если мы говорим об антисептиках, они тоже бывают разные. В зависимости от тех материалов, из которых они изготовлены. Есть антисептики, которые с повышенным содержанием действующего вещества, и которые обеспечивают защиту, защитные свойства, в том числе и от вируса. Есть антисептики, так называемые антибактериальные, которые убивают какое-то ограниченное количество бактерий. Вот если неправильно применять, мы можем себе принести больше вреда, чем пользы. Например, я вот сейчас на пальцах, что называется. У нас мы являемся носителями различного большого количества бактерий. И применяя антисептические средства, антибактериальные средства, в том числе на наших руках, на поверхностях, мы их уничтожаем. И поэтому необходимо после этих применений антисептиков делать регенерацию. Поэтому, если у вас нет контакта с опасностями, если у вас нет прямого контакта, прямого воздействия, то тогда применять этих средств не надо. Потому что вы тем самым можете причинить себе больше вреда, чем пользы. Если вы контактируете, то тогда необходимо применять антисептики. Но опять-таки, еще раз подчеркну, антисептики сертифицированы и гастированы именно на защиту, вот в конкретном нашем случае, на защиту от вируса. То есть, эту информацию можно получить в аптеке, да? Человек приходит, задает вопрос. Да, конечно. Во-первых, есть документы, должны быть соответствующие свидетельства, должны быть соответствующие сертификаты, в которых это дело указано. Действующее вещество, это в обязательном порядке. Действующее вещество, которое работает. Ну, если грубо, это все равно так или иначе антисептики. Очень многие антисептики эффективно используются на основе спирта. И при этом спиртосодержащие моменты там должны быть порядка 60-65%. Владимир, резиновые перчатки вы лично носите, когда пребываете на улице? Лично я не ношу, когда пребываю на улице. И опять-таки, в силу того, что если происходит контакт, то после этого необходимо, после любых таких контактов, приходя с улицы, либо дотрагиваясь до поверхности, использовать просто элементарные средства личной гигиены. То есть мыть руки, правильно мыть руки. Это правильно обрабатывать поверхности. И я рассчитываю, что на те меры, которые сейчас применяют и используют, в том числе и власти, по необходимости обеззараживания предметов и помещений общего пользования. Ну, в общем-то, это основная общественная задача, которую необходимо реализовать. Владимир, медики Соединенных Штатов Америки вышли на улицы и бастуют, потому что у них совершенно отсутствуют средства личной защиты. Они говорят о том, что в Китае все врачи находились в специальном амундировании, то есть мы видели специальные защитные костюмы, маски, очки и так далее. К сожалению, в США ничего подобного нет, и врачи боятся работать, потому что они боятся за свою жизнь. И количество людей, которые заражаются ежедневно, оно уже, конечно, серьезно впечатляет. И эксперты говорят о том, что американцы, к сожалению, могут побить в этом смысле рекорды. Скажите, пожалуйста, у нас ситуация более-менее пока что, да? Но вдруг, если она будет нарастать, сможем ли мы справиться обеспечить и медиков, которые находятся сейчас просто на войне с пандемией, и обычных граждан, которые кто-то вынужден будет все равно работать, да, я имею в виду и пожилых людей. Потому что купить сегодня вот средства индивидуальной защиты не так-то просто. И многие, кстати, на этом наживаются. Если мы посмотрим на различные площадки и предлагают вот маску самую обычную, понимаете, за 50 рублей, но для пенсионера это вообще-то недешево. Ну, тут несложно комментировать ситуацию, которая происходит в Соединенных Штатах Америки. Если мы говорим о ситуации в нашей стране, то, как я уже говорил, ни одно производство не может это производство. И мы должны это понимать, да, что производство, вот так вот, в челочку пальца, увеличить количество в разы, это просто нереально, да, потому что это необходимы производственные линии, необходимо сырье, необходимо, в конечном итоге, и люди, которые это будут делать. Поэтому, конечно, к таким вещам надо готовиться заранее. В настоящий момент я с вами полностью согласен, и мы это прекрасно понимаем, и более того, именно так поступают наши членские организации-производители, что первое, кого надо защищать и обеспечивать, это, конечно, люди, находящиеся на передовой, это врачи. Поэтому заявки, наши компании работают в действительно круглосуточном режиме, и в первую очередь обеспечиваются заявки на лечебные учреждения. Поэтому, обращаясь к коллегам, обращаясь к гражданам, я хочу сказать, что да, надо обеспечивать сначала тех, кому это надо, потому что они спасут нас, спасут наших родителей, спасут наших друзей, и, собственно, мы должны им в этом помочь. Поэтому вот этот ажиотажный спрос о том, что дайте, продайте, защитите и спасите, это, конечно, понятно, по-человечески это понятно, но мы, в первую очередь, также должны понимать, что если вам нет необходимости использования применения средств именно индивидуальной защиты, то, собственно, тогда и не надо вот... И не используйте тогда. Да, и не используйте. Владимир, скажите, а производители, они как-то планируют, они сейчас пересматривают собственную работу для того, чтобы увеличить производство? Я понимаю, что уже происходит работа в круглосуточном режиме, но, может быть, сейчас производители находятся в неком поиске дополнительных решений для того, чтобы набирать обороты? Ну, вы знаете, объективно, конечно, уже все, что можно сделать, уже было сделано, и следующее набирание оборотов – это просто построение и введение в производство новых дополнительных мощностей. И здесь мы взаимодействуем с коллегами из Минпромторга, потому что это государственный регулятор, который обязан, обязан именно мониторить, создавать и развивать нашу отрасль. Мы готовы, мы об этом говорили и говорим. Еще раз обращаю внимание, для того, чтобы быть готовым к таким ситуациям, необходимо создавать запасы, необходимо об этом продуматься заранее. Все-таки, как бы там ни было, это достаточно простое изделие. Это не космический корабль, это не самолет, это не автомобиль. И наладить производство таких изделий можно и нужно, тем более в нашей стране, обладающей, в общем-то, большим запасом, в том числе и инженерной мысли. И мы видим пример того же Китая, который в короткий срок нарастил, наращивает, и на сегодняшний день объективно обеспечивает, пожалуй, весь мир, большую часть потребности всего мира и в таких изделиях, и в среде для таких изделий. Владимир, я больше чем уверена, что хоть вы являетесь главой ассоциации производителей средств индивидуальной защиты, вы наверняка не знаете, что и марлю в Москве теперь не купить, потому что многие скупили по много метров марли, и как это было в 41-45-х годах, люди достали швейные машинки и шьют из марли, делают шестислойную марлю и создают сами средства индивидуальной защиты. Что вы можете сказать нашим мастерицам и умельцам, которые теперь производят сами средства индивидуальной защиты? Я могу сказать, что ни марля, ни вот эти повязки средствами индивидуальной защиты не являются. На это есть нормативно-техническая документация, где четко описано, что защищает, что не защищает. К сожалению, в лучшем случае это либо плацебо, либо некое гигиеническое средство, которое поможет заболевшему человеку выполнять эти гигиенические процедуры, позаботиться об окружающих. С точки зрения ситуации по марле, да, она нам хорошо известна. Почему? Потому что в фильтровочных материалах, которые используются, в том числе и в респираторике, один из слоев, это слой марли, и вот этот спрос, инициированный на это, собственно говоря, достаточно простое изделие, оно мешает как раз и в изготовлении, отсутствие марли может помешать в изготовлении респиратора. Спасибо вам большое. Мы на вас надеемся, на производителей средств индивидуальной защиты, что вы не подведете страну в такой ответственный момент. Более того, я считаю, что это наша общая задача, и внедрение культуры безопасности, понимание тех рисков, которые нас окружают, это наша миссия, это наша задача, я поэтому обращаюсь в том числе и к журналистам о том, чтобы мы писали и говорили о необходимых возможностях и о том, как предотвращать и не допускать возникновения, в том числе и этих ситуаций, быть к нему готовы. Спасибо. Если возникают какие-то вопросы, мы всегда готовы прокомментировать, рассказать, объяснить, и так же, как и все наши коллеги, работаем практически в милосуточном режиме без выходных. Спасибо большое, Владимир. Спасибо. Ну, а я обращаюсь к нашим телезрителям. Дорогие друзья, если вы выходите на улицу или продолжаете работать, контактируете с людьми, не забывайте, пожалуйста, регулярно мыть руки, все-таки покупать средства индивидуальной защиты и использовать их. Ну и, конечно же, позаботьтесь о своих близких и родных. С вами была программа «В движении». Будьте здоровы и до новых встреч!